Свои навыки по тушению возгораний сегодня демонстрировали свердловские пожарные добровольцы. На соревнования по профессиональному мастерству приехали более полусотни человек со всего региона. Их подготовку высоко оценила жюри и наш корреспондент Радик Шараев. Набрать целую автоцистерну воды, проложить пожарные рукава, потушить имитируемый очаг возгорания. И причем сделать все это за считанные секунды. Глядя на слаженные действия этих людей, сразу и не скажешь, что это не профессиональные огнеборцы, а пожарные добровольцы. Своё мастерство в тушении огня и боевом развертывании сегодня демонстрируют более 50 пожарных добровольцев со всей свердловской области. Для них это своего рода экзамен. В принципе, это каждый пожар – это реальные действия, потому как надо развернуться. Бывают доли минуты, бывает, что буквально 15-20 секунд, чтобы подать первый ствол. А вот это уже эстафета – самое зрелищное и динамичное состязание дня. От каждой команды участвуют по 4 человека. За полторы минуты участникам необходимо пробежать стометровку с лестницей в руках, преодолеть высоченный барьер, пробежать по буму, при этом раскинуть пожарные рукава. И в завершении с помощью огнетушителя локализовать очаг возгорания. Для кого-то это испытание кажется простым, другие же сталкиваются на этапе с трудностями. Медленно бегут и долго подсоединяют пожарный рукав к разветвлению, с трудом преодолевают барьер. Тут, говорят пожарные добровольцы, элементарно не хватает навыков и опыта. А ведь часто именно от слаженного командного действия на пожаре, когда важна каждая секунда, зависит жизни людей. Быстрая подача воды, получается, быстрее начнешь тушить. И можешь предотвратить сгорание полностью дома. Сегодня в регионе создано 130 добровольных пожарных дружин. Все они находятся в основном в сельском местности. Там, куда трудно пробраться огнеборцам, и там, где нет собственных пожарных частей. Тушат пожары в частных домах и строениях, помогают пожарным унять пламя в лесных массивах. Мы знаем, насколько важно именно вовремя приступить к тушению пожаров. Не всегда это возможно сделать силами государственной противопожарной службы. Поэтому именно для этого мы и стараемся создать в каждом сельском населенном пункте добровольную пожарную дружину. В 2014 году в Свердловской области должно появиться более 350 добровольческих пожарных дружин. И судя по сегодняшнему уровню подготовки добровольцев, это будет очень кстати. Радик Шараев, Иван Зайденберг. Информационная программа «День». Свердловская область. Заречный.